Привет, друзья! А вы помните основные нововведения в Android 12? Ну или в iOS 15, тут неважно. Скорее всего, даже пользователи этих популярных систем не смогут точно ответить на такие вопросы. И даже в случае с Windows 11, которая у всех была на слуху, многие вспомнят разве что про закругление окошков и новое меню пуск. А ведь на деле в свежей системе от Microsoft больше сотни багов, вернее нововведений. И если про новые фичи вспомнят не все, то вот баги новых систем у всех на слуху. Уже норма, что свежие оси релизятся в состоянии бета-версии, которые потом долго и упорно полируются. А через год нас снова встречает уже свежий апдейт со свежими проблемами. Такой порочный круг можно было бы понять, если бы его поддерживали пользователи. Но статистика говорит сама за себя. Спустя год после релиза на Windows 11 работает лишь пятая часть ПК. В случае с Android 12 ситуация аналогичная. Выбивается из общего списка разве что iOS 15. Но даже тут многие заядлые айфонофилы нехотя признают, что системе стабильности в последние годы слегка не хватает. Так как же мы попали в этот круговорот вечных никому не нужных кривых апдейтов сотнями фич, которые забываются сразу же после презентации новой системы? Можно ли выбраться из этой петли или нужно смириться и переустановить Windows 7? А то что-то медленно работает. Короче, сегодня говорим про апдейты, обновления, патчи и прочие костыли. Но сначала немного о тех IT-профессиях, которые в этом во всем участвуют. Что случается, когда ссорятся разработчик и системный администратор? Приходит DevOps и все разруливает. DevOps Engineer устраняет из разработки хаос и срыв сроков. Он нужен компаниям, в которых взаимодействует множество команд. Но если вы работаете в сфере IT, вы и так все это знаете. Skill Factory предлагают отличный курс DevOps Engineer длительностью 6 месяцев, который поможет вам развить свои скиллы, вырасти в профессии и уровне зарплаты. На нем вам расскажут не только про инструменты, как их использовать и настраивать, но и о принципах и ценностях DevOps, о философии и культуре, как правильно это применять и как использовать. 80% практики и 20% теории. Вы сами выбираете время и регулируете нагрузку. Можно совмещать с текущей работой или взять паузу для отпуска, а впитать информацию вам помогут мастодонты своего дела. Они будут вести вас все 6 месяцев до конечного результата в онлайн формате. За это время вы получите ключевые знания и навыки, чтобы уверенно претендовать на позицию DevOps Engineer. Вы экономите время и деньги бизнесу, за это вам хорошо платят. Средний заработок Middle DevOps Engineer 230 тысяч рублей, и он стабильно растет с 2018 года. За последние 5 лет спрос на DevOps вырос вдвое. Если вы тестировщик, разработчик, сисадмин или специалист по информационной безопасности и хотите выйти на новый уровень, это ваш выбор. Вы сможете заполнить пробелы в знаниях и получить интересную должность в большой компании. Двигайтесь дальше, станьте DevOps Engineer и получите новую IT-профессию в Skill Factory со скидкой в 45% по промокоду мойкомпьютер. Ссылочка в описании. Едем дальше. Сразу спойлер. Одна из основных причин появления такого порочного круга — конкуренция. Да, та самая конкуренция, которая движет технический прогресс вперед, сыграла с нами злую шутку. Компании в борьбе за пользователей из кожи вон лезут, чтобы завлечь к себе все больше и больше юзеров и самый простой способ — показать, что только у них есть очень нужные эксклюзивные фичи и на заре развития пользовательских операционных систем это действительно работало. Взять, например, уже легендарную Windows XP. Именно в ней система научилась нативно работать с zip-архивами, появилось восстановление, которое спасло с тех пор, наверное, миллионы компьютеров и данных. Проводник научился полноценно работать с большинством фото, аудио и видео форматов. И сейчас мало кто будет спорить, что это действительно нужные в повседневной жизни функции, к которым мы уже привыкли и без которых было бы достаточно некомфортно работать за ПК. Так почему же от таких фундаментальных изменений мы пришли к Windows 11, где Microsoft гордо рассказывает нам про виджеты, которые уже были в Windows Vista и были этой же Microsoft выпилены из Windows 8. Одна из причин вполне очевидна. Невозможно на протяжении уже второго десятка лет придумывать новые фичи, нужные всем. Сильно ли поменялось наше использование ПК за последние 10 лет? Мы также смотрим видео, слушаем музыку, сидим в интернете и иногда играем в игры. Для среднестатистического пользователя вполне хватает возможности Windows 7. И Microsoft это отлично понимает и вынуждена поддерживать систему, вышедшую аж в 2009 году. Это же касается и мобильных осей. Сервисы Google продолжают работать на Android 4-й версии, которому уже больше 10 лет, а последняя версия YouTube отлично ставится на iPhone 5s из 2013 года, который уже лет 5 не обновляется. И здесь можно вспомнить про вторую причину забаговности современных систем. Их создатели сами себя загнали в ловушку. С одной стороны, им выгодно, чтобы люди постоянно переходили на новые, все более тяжелые оси и покупали новые, все более мощные и дорогие гаджеты для этого. Но при этом с каждым годом становится все сложнее придумывать киллер-фичи, которые заставят юзеров массово обновиться. Просто попытайтесь вспомнить, когда у вас в последний раз после очередной презентации Windows или Android появилось стойкое желание ее поставить. У меня, например, после анонса Windows 11 этого не было. Большая часть новых фич отлично добавляется и на Windows 10 при помощи стороннего софта. А то, что свежая OS будет менее стабильной, было понятно и так всем. Разумеется, в Microsoft, Apple и Google это отлично понимают, и они решили пойти другим путем. Если больше не получается заинтересовать одной фичей всех, будем выпускать 100-500, чтобы заинтересовать по отдельности каждого. К примеру, в iOS 15 встроенное приложение фото научилось показывать Exif. Да что это вообще такое? Для большинства людей, не занимающихся съемкой фото, это эксит от Беззубова. Но вот для фотографов это очень важное нововведение, так как позволяет, не переходя в сторонние приложения, узнать детальную информацию о конкретном снимке. Казалось бы, отличная идея. Теперь каждый из пользователей в свежем релизе найдет, что нужно конкретно ему, и это будет стимулом, чтобы обновиться. Но и тут маркетологи, придумавшие такой шаг, явно сделали это не слушая мольбы инженеров. Все дело в том, что добавление любой такой, казалось бы, простой функции нередко требует написания тысячи строк кода и скрупулезных проверок, что новая фича не мешает работать старым и не вызывает проблем. Если у вас пяток изменений за релиз, больших проблем это не вызовет, но, например, в той же iOS 15 больше сотни новых функций. Проверить все их взаимосвязи между собой и с остальной системой крайне сложно. Как итог, в релиз уходит сырая система, тестированием которых вынуждены заниматься сами пользователи. Проходит полгода-год, все баги вычищают, систему полируют, и компания радостно представляет новую версию оси с новой порцией свежих фич и горой проблем на релизе. А с учетом того, что такая катавасия продолжается из года в год, на протяжении последних лет пяти, а то и десяти, пользователи уже привыкли к тому, что ставить после релиза новую систему можно разве что на второй ПК или смартфон ради теста. Итог. Майкрософт серьезно промахивается со сроком достижения Windows 10 миллиарда установок, распределение версии Android до сих пор похоже на лоскутное одеяло. Вот теперь можно сложить полную картину мира и снова обвинить во всем маркетологов, не слушающих технарей. Если все начиналось без обидного, нам нужны новые киллер-фичи, чтобы привлечь пользователей, и быстро переросло в микро-фичи для каждого, то итогом стали забагованные релизы с сотнями нововведений, о которых мало кто помнит и еще меньше использует. Есть ли выход из этого порочного круга? Да, более того, мы даже несколько раз их уже видели. В далеком уже 2009 году Apple выпустила десктопную систему OS X 10.6 Snow Leopard, главным лозунгом которой было ноль нововведений. Да, Apple, компания, которую все знают по нескончаемым мемейзингам и новым фичам на каждой презентации, тогда честно сказала, что новая система будет направлена на исправление багов и лишь создание задела под новую функциональность. И это сработало. Обзорщики и простые пользователи отмечали, что снежный леопард получился на редкость стабильным и быстрым, и лишь единицы бурчали о том, что не хватает новых фич. Правда, Apple все же решила, что эксперимент прошел неудачно, и все новые macOS с тех пор выходили с ворохом новых фич, и все ухудшающейся стабильностью работы. Но давайте все же помечтаем и подумаем, как можно сохранить и новые фичи, и стабильность работы системы при условии постоянного выхода апдейтов. На ОМ приходит система TicTac от Intel, представленная еще в 2006 году. В ее основе лежит идея о разделении стратегии разработки новых процессоров на два этапа. Первый этап апгрейда называется Tic, и он подразумевает перенос текущей процессорной архитектуры на новый кремниевый техпроцесс без изменений. Второй апгрейд TicTac — это уже изменение архитектуры на этом же техпроцессе. Как показала практика, такой подход оказался крайне эффективным и позволил Intel доминировать на рынке десктопных процессоров на протяжении более чем 10 лет, пока AMD не выпустила свой Ryzen. Так почему же не адаптировать такую стратегию для операционных систем? Например, Windows 11 — это релиз с новым функционалом и возможными нестабильностями в работе, подходящим для тех, кто хочет первым протестировать новые фичи, а через год можно выпустить условную Windows 11.1, которая сохранит все фишки Windows 11, но при этом не получит новых, а система будет нацелена на максимальную стабильность и быстроту работы. И это отлично подойдет тем, кому надежность важнее нововведений. При таком распределении версий получается, что и волки сыты, и овцы целы. В этом случае Microsoft нужно вдвое реже задумываться о новых фичах, а пользователи с радостью обновятся на свежей версии OS в зависимости от предпочтений. Но, судя по всему, компании на это не пойдут. Например, свежий мажорный апдейт Windows 11.22 H2 снова принесет море нововведений, так что ждем новых багов. Может есть другой путь? Как можно добавить новые фичи с меньшей потерей стабильности? Оказывается, такая противоречивая, на первый взгляд, возможность действительно существует. Я говорю о круговороте новых функций. Иными словами, при добавлении новой фичи из системы убирается старая, ну, невостребованная. В принципе, Microsoft и сама это делает, но не особо активно. Например, в Windows 8 была боковая панель с возможностью быстрого перехода в параметры и выключения ПК. В Windows 10 она бесследно исчезла, и мало кто об этом пожалел. С учетом того, что Microsoft активно собирает статистику использования Windows 10 и 11, компании несложно выяснить, какие из возможностей этих систем практически не используются юзерами, чтобы выкинуть их из будущих релизов и тем самым снизить количество багов и необходимых тестов. Все, помечтали и хватит. Очевидно, что пока балом правят маркетологи, нам не увидеть стабильных релизов новых систем. Но есть ли какой-то выход? Можно ли здесь и сейчас получить стабильную версию Windows? Да, но не совсем легально. Хотя с учетом того, что Microsoft из России ушла, это уже мало кого волнует. Дело в том, что у Microsoft есть версии Windows с долговременной поддержкой, так называемые LTSC. Это максимально стабильные версии системы, которые мажорно обновляются лишь раз в несколько лет. К тому же в них нет сбора телеметрии магазина Microsoft, Cortana и браузера Edge. Короче говоря, это максимально пустая и стабильная система для корпоративного использования, которая не будет мучить вас с постоянными апдейтами. Ну и из минусов ее не получится официально поставить на пользовательский ПК. Но мы все знаем, где найти активаторы. На данный момент последней версией является Windows 10 LTSC 2021, основанная на апдейте 21H2. Так что подавляющее большинство программ и игр на ней заработает без всяких проблем. Если же вы фанат пингвинов, то и тут есть аналогичные версии, например, Ubuntu. Те, которые имеют четные номера, заканчивающиеся на 0.4. Последняя такая система это Ubuntu 22.04 LTS, которая будет поддерживаться еще 5 лет. Поэтому идея тут в том, чтобы установить, например, предыдущую версию 20.04, которая за 2 года уже отполирована и при этом будет обновляться еще 3 года. А через пару лет перейти на 22.04, которая к тому времени также будет максимально стабильной. И продолжать так до скончания веков Ubuntu. Увы, получить максимально стабильную систему с долгими апдейтами безопасности в случае со смартфонами не получится. Под Android прошивки пилит каждый вендор самостоятельно, поэтому никаких LTS-версий там и близко нет. А в случае с iOS купертиновцы свято уверены в стабильность своей системы, поэтому после выхода новой версии старую быстро забрасывают. Максимум она получает несколько апдейтов, исправляющих критические дыры. Что в итоге? Как обычно, победа маркетологов опернулась злом для пользователей. Конкуренция между компаниями и желание перевести как можно больше пользователей на свежие системы привело к тому, что мы с опаской смотрим на каждый новый мажорный апдейт. Не проходит и месяца, как очередное обновление не ломает Windows или macOS. И хотя способов выхода из кризиса хватает, пока компании этот самый кризис не признают, ничего не изменится. Но, к счастью, создатели системы отлично понимают, что корпоративным пользователям новые фишечки и закругленные окна не нужны. Что и позволяет обычным юзерам также получить стабильную систему, пусть и с некоторыми станциями с бубном. Надеюсь, вам понравилось. Возможно, у вас есть свое мнение на этот счет. Буду рад его увидеть, прочитать в комментариях. Ставьте лайки, если зашло. Дизлайки, если вы кардинально не согласны. Подписывайтесь на наши соцсети. Читайте ежедневные новости IT у нас в Телеграме, а также ВКонтакте. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся стабильных вам релизов. Пока.